Если в квартирах ульяновцев ещё прохладно, то во многих социальных и образовательных учреждениях области уже тепло, как летом. Перед стартом отопительного сезона в каждом учреждении провели подготовительные работы. Промывку, опрессовку, проверку приборов учёта заключили контракты на техническое обслуживание систем отопления. К пуску тепла готовы все детские сады, школы, больницы, ФАПы, а также жилой фонд региона. Как доложил министр ЖКХ и строительство Ульяновской области Александр Черепан, в регионе запущена 221 котельная. Сегодня у нас 117 школ уже отапливается. Детских садов отапливается 66 из 309. 42 объекта здравоохранения из 645, это и ФАПы в том числе. Объекты бытового обслуживания, это дома культуры, библиотеки и приравненные 78 из 722. Напомним, что массовый пуск тепла для остальных учреждений социальной сферы начали с этой недели. Батареи уже согревают детский сад номер 58. Теперь воспитанники могут спокойно играть в футболках и шортах, а родители могут не беспокоиться, что их дети замёрзнут. Дежурство организовано как в дневное, так и в ночное время. Обязательно фиксируется температурный режим в течение дня. На протяжении двух недель будет очень тщательно это контролироваться. Исключением не стала и средняя школа номер 29. Отопление здесь дали в первый день пуска тепла. Начинается отопительный сезон. Мы подготовились к нему ещё летом. Прошли опрессовку, промывку. Все процедуры были соблюдены. Всего предстоит подключить к центральному отоплению 627 учреждений. Из них больше 200 поликлиник и больниц, 104 школы, 159 детсадов, а также школы искусств, библиотеки, дома культуры, спортшколы и центры детского творчества. Основная наша сейчас задача – это контроль за запасами топлива. И мы отмечаем, что созданные объёмы топлива на теплоисточниках позволяют начать и практически пройти до марта месяца отопительный сезон. Закупка недостающей части будет производиться лимитами уже 2023 года. И топливо зарезервировано для приобретения нашими потребителями. Отопительный сезон для жилого фонда стартует после того, как в течение пяти суток подряд среднесуточная температура воздуха будет ниже плюс 8 градусов по Цельсию. Подключить тепло раньше можно только на основании заявок старших по домам. Так, в настоящее время уже осуществляется подача тепла в 34 многоквартирных домах региона.